Света вышла замуж в 18 лет. В 20 дочка родилась, а в 21 она овдовела. Муж погиб при исполнении служебных обязанностей. Света долго не могла прийти в себя и принять смерть мужа. Только через 7 лет она смогла отпустить его и вернуться к нормальной жизни. На работе у Светы завязался роман с мужчиной, который несколько лет пытался за ней ухаживать. Ему было 30, а в личной жизни все как-то не сложилось до сих пор. За полгода общения Света увидела в нем надежного человека и искренне любящего мужчину, который смог и с дочерью Светланы быстро поладить. У Кости была квартира, которую отец после развода с матерью оставил для сына. Но мать, пока ребенок был маленьким, оформила ее на себя и сдавала в аренду. Всегда говорила, «Женишься вот и квартиру сразу на тебя переоформим и будет куда жену привезти». Но когда Костя сообщил о намерении жениться, мать заявила гордо, «Квартиру я тебе не отдам. Подобрал бабу с ребенком, вот пусть она тебя и обеспечивает всем». У Светы был свой дом и Костя переехал к ним, как только отношения узаконили. Мать иногда навещал, но она всякий раз вынуждала его уйти, хлопнув дверью, потому что сходу начинала поливать грязью Свету, хотя толком не была даже знакома с ней. Однажды Костя не выдержал и сказал, что ноги его у нее больше не будет. Через год у Кости со Светой родился сын. Денег в семье лишних не было. Старшая дочь училась в платной музыкальной школе. Сына возили в бассейн с рождения. Света была в декретном отпуске. И тут неожиданно повестка из суда. Мать подала на алименты. Она предоставила суду необходимые медицинские справки, но сын прекрасно знал, где она могла их раздобыть. А доказать ничего не вышло. По решению суда он был обязан теперь отчислять матери определенную сумму каждый месяц. Доводы о том, что она присвоила его квартиру, суд во внимание не принял. Доказать ничего он не смог. Отец никакие документы не подписывал. Доверил матери на словах. А самого его живых уже не было. Света нашла работу на дому. Набирала рукописные тексты на компьютере, когда малыш спал. Сама не досыпала. Костя тоже нашел ночную подработку сторожем. Концы с концами кое-как сводили. Но, несмотря ни на что, семью старались сохранить. Прошло время. Сын подрос и пошел в детский сад. Костя нашел хорошую работу и семья уже ни в чем не нуждалась. Даже начали сбережения делать. А однажды мать пришла к ним с чемоданами и заявила, что будет жить у них. Оказалось, что она познакомилась с молодым мужчиной и под чарами его выписала на него доверенность на обе квартиры. Но долго счастье ее не продлилось. И обманутая женщина сама не заметила того, как оказалась на улице без денег и жилья. Светлане было жаль ее, и она вопросительно смотрела на мужа. Но он твердо ответил, что мать сама должна решать свои проблемы, раз изначально избрала такой путь. Кроме того, у нее еще был домик в деревне, доставшийся от деда в наследство. Без удобств, но жить было можно. Тем более, что она получала довольно неплохие алименты от сына. Костя помог матери сделать ремонт в деревянном доме, провел воду в дом. Ну, а когда здоровье у нее на самом деле стало ухудшаться, нанял сиделку в проживании. Несмотря на то, как мать поступила с сыном, он не держал на нее зла и поступил, как подсказала ему совесть. И награда не заставила ждать. В семье Кости все складывалось очень хорошо, и отношения семейные, и финансовые дела.